Житель Чечни Хусин Ильясов стал героем недели по версии проекта «Гордость России». Житель Чеченской республики Хусин Ильясов стал героем недели по версии проекта «Гордость России». Он спас двух тонущих детей. Простой менеджер Х. Ильясов из села Очхой-Мартан Чеченской республики отправился с коллегами на природу. Местом отдыха они выбрали небольшое озеро в селе Ведино. Плавая по водоему на лодке, компания молодых людей сначала услышала женские крики, а затем заметила панику на берегу. Оказалось, что два ребенка упали в озеро, вспоминает Хусин. Дети были маленькие, максимум 7-8 лет. Водоем был очень холодным, довольно глубоким, почти 2-3 метра. Один ребенок был на плаву, а второй уже ушел под воду и практически захлебнулся. Мы помчались туда. Юсуф первый отреагировал, а я за ним. Хусинь без колебаний прыгнул в озеро, вслед за ребенком, который ушел под воду. Вскоре ему удалось добраться до малыша и вытащить его на берег. Там мальчик стал кашлять и выплевывать воду. Выяснилось, что дети с еще парой друзей решили покататься на катамаране, который рассчитан на двоих. В какой-то момент двое ребят не удержались и упали в воду. После чудесного спасения у родителей была истерика, ведь они посчитали, что детей уже не спасти. Хусинь признался, что это уже не первый случай, когда он помогал утопающим, эти случаи произошли, когда я на море отдыхал. Неумеющие плавать взрослые люди уплыли далеко от берега и начали тонуть. Это были мужчина и женщина. Когда я их вытащил из воды, они меня поблагодарили тоже. Я потом прочитал, что при спасении тонущего человека нельзя к нему спереди подплывать. Он находится в панике и может тебя утопить. Только сзади, чтобы тонущий тебя не увидел. Стоит отметить, что за такой героический поступок Хусейн Ильясов стал героем недели по версии проекта «Гордость России». Напомним, ранее и Огрозный Информ сообщала о героическом поступке Юсуфа Бесултанова и Хусейна Ильясова. Как рассказал корреспонденту информагентства один из героев Ю. Бесултанов, на тот момент он думал только об утопающих и оказании им помощи.